уважаемые тельцы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 9 по 15 сентября включительно что вас ждет в этом периоде информация имеет общий характер поэтому расклад подойдет как женщинам тельцам так и мужчинам присоединяйтесь расклад и затрагивает фактически все самые важные сферы вашей жизни работа и финансы личные отношения ваш дом внешний мир в отношении вас любая информация которая может быть скрытых факторах подведем итоги всей этой недели также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора и сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос желания то карта которая достану самый последний ответит на загаданный вами вопрос думайте о своем желании холода фактически готова кому нужно больше времени для того чтобы загадать свой вопрос желания нажимаете на паузу а я приступаю к выкладке к уважаемые тельцы все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение сразу обращаю ваше внимание на центральную карту которая отвечает за ваши кармические задачи в центр выпала семерка мечей единственный аркан который выпал в перевернутом виде все карты остальные прямые колоду перед тем я проверял а тасовала все карты были прямые значит в процессе карта развернулась а это говорит о том что вам дополнительно хотят о чем-то сказать поэтому в таком виде я карту и оставила так как ее значение с прямого перевернутая меняется сама по себе карта негативная она может говорить рядом с вами о чьей-то злобе о каких-то сплетнях о том что может быть кто-то за вашей спиной пытался вам вредить ранее вроде бы как сейчас ваши враги особо не активны но эта карта говорит о том что вы сами себе какими-то действиями можете вредить вы сами себя можете чем-то переиграть недооценить какие-то свои возможности и может быть в чьих-то глазах вы как раз выглядите как такой человек с которым не хотят общаться это больше связано с рабочими процессами тех кто работает но это касается и друзей или возможно даже родственников всех людей кого вы знаете хорошо то есть с этими людьми или с кем-то вы ранее общались хорошо потом отношения испортились появилась полное разочарование либо у вас есть внутренняя такое тайное желание кому-то до сих пор навредить тех кто вас обижал ранее либо у кого-то по-прежнему такое желание сохраняется в отношении вас из-за каких-то старых вопросов но особо ничем ваши враги навредить вам не могут если вы сейчас будете пытаться сделать для кого-то что-то негативное вы сами можете какую-то ловушку и попасть переоценив свои возможности или что-то неправильно просчитав рядом выпала восьмерка мечей в малом кресте вашей судьбы которая говорит о определенных ограничениях в которых вы были ранее из-за нечестности может быть других или из-за кого-то вашей жизни были потери ваших же друзей кто-то против вас пытался настроить а умеренность в большом кресте вашей судьбы говорит о том что вы вынуждены что-то принимать или вынуждены с кем-то общаться даже тогда когда вам с кем-то особо общаться не хочется в особенности если этого требуют действительно дела но радует то что в дом вашей финансов выпла достойная карта старшего аркана звезды она говорит о том что у вас есть достойное желание зарабатывать больше и для вас это возможно но все еще совсем недавно также были немалые финансовые сложности которые частично перетягиваются и в этот период финансово вы будете на плаву но я вижу что у вас из-за денег раньше постоянно что-то тревожило и беспокоило и об этом говорит карта которая открывает ваша склад эта пятерка монет и обращаю ваше внимание на то что закрывает ваш расклад еще одна пятерка эта пятерка чаш пятерки могут показывать любые сложности спорные или конфликтные ситуации когда-либо вас от чего-то усталость накапливается либо вы действительно с кем-то общаться не хотите либо вы в людях разочаровываетесь потому что пятерка чаш также говорит о том что вы от кого-то отворачиваетесь и просто не хотите общаться и в вашей жизни есть кто-то о ком вы вообще не хотите вспоминать знать и помнить хотя это могло быть достаточно долгое отношение с теми или иным человеком первая карта которая выпала для вас пятерка монет предполагают то что и в начале этого периода вас волнует тема денег заработка вашего ближайшего окружения так как мы здесь видим двух коллег которые идут в некой безнадёге они уже не верят ни в какую удачу ни в какие шансы эта карта может показывать ваше состояние примерно на начало этого периода когда настолько накапливается действительно усталость при том на физическом уровне и на психологическом в том числе что действительно появляется ослабление и вы людям перестаете доверять в вашем кругу есть те кто действительно не достоин вашего доверия первая карта может еще говорить и о энергетическом вампиризме то что постоянно кто-то на вас выливает свои проблемы вы должны что-то выслушивать и вы автоматически что-то натягиваете на себя нужно уметь защищаться а у вас не получается может быть к вашим каким-то проблемам добавляются еще чьи-то проблемы которые вы также вынуждены решать также этот аркан обращает особое внимание на состояние вашего здоровья те у кого есть хронические заболевания тут нужно лечение семерка мечей в перевернутом виде тоже может показывать проблемы по здоровью поэтому даже те кто абсолютно здоров обратите внимание на себя в этом периоде я вижу что вам сейчас особо не до этого может быть вы об этом и не думаете или вы сейчас не планируете врачей проходить например даже просто для обследований но карты говорят о том что если есть хронические заболевания что-то может ухудшаться и реально вас беспокоит тем более что мы видим еще и восьмерку мечей в малом кресте вашей судьбы и в большом которая тоже говорит об ограничениях на физическом уровне по первому аркану каких-то серьезных дел с понедельника лучше не начинать лучше не начинать никакие финансовые дела лучше не иметь ни с кем никаких финансовых вопросов естественно никому не одалживать денег и самим ни у кого ничего не просить потому что свои же деньги потом будете долго получать или люди с которыми вы в этом периоде общаетесь либо вас тяготят либо эти люди вам не нужны пытайтесь уходить от того общения которое вам неприятно и если вы себя чувствуете после разговора с кем-то пустыми то тем более общий запас энергии по этой карте очень низкий и эмоционально приводите свои мысли в порядок потому что здесь тоже немножечко есть подавленность на входящие события выплат девятка чаш это говорит о том что будут и радостные или приятные известия но также интересно что вот если все эти карты рассматривать комбинации то люди с которыми вы вынуждены общаться в вашем ближайшем окружении где то есть и сейчас даже если вы не общаетесь напрямую то кто-то вам может быть о ком-то напоминает о том о ком бы вы не хотели слышать и какая-то радость вот этими разговорами может быть омрачена старайтесь мыслить позитивно найдите для себя какую-то отдушину вам обязательно нужен отдых на этой неделе вы делитесь себе несколько дней для того чтобы заняться собой или просто не делать ничего те у кого есть основная работа если вам работа не приносит не достойных финансов не морального удовлетворения тут стоит подумать о том чтобы сменить работу но если вы работу менять не собираетесь в основной работе тут также нужно что-то улучшать вопросы есть поэтому сейчас я буду убрать дополнительные карты и для тех кто при работе и для тех кто пока не работает для тех кто при работе что вам нужно знать для вас выпала карта пажа мечей даже здесь нервность немного напряжения тут идет работа с информацией с людьми вы нервничаете из-за того что у вас может быть не хватает каких-либо знаний или информации карта может говорить о том что вы пытаетесь чему-то в процессе учиться но при этом вы еще кого-то пытаетесь чему-то учить или вас кто-то постоянно пытается проверить или под руку вам смотрит кто-то также карта может говорить о том что кто-то может работать под камерами наблюдения даже если вы работаете на себя и вашем ближайшем окружении есть хотя бы один партнер ваше партнерство стоит пересмотреть пропало доверие могут возникать какие-то конфликтные ситуации при том из-за мелочей возьмем карту для тех кто в этот период вошел без работы но вы в активном поиске для вас важно трудоустройство для вас выплат девятка монет эта карта говорит о том что сейчас вам не нужно спешить потому что большая вероятность того что во первых вам могут отказывать либо с работой может что-то не получаться если вы подождете то позже будут какие-то хорошие стоящие предложения и в этом периоде я не вижу того чтобы вы вообще были без денег потому что если меня смотрят женщины есть мужчина который готов вам предложить свою финансовую поддержку или любую другую поддержку в плане трудоустройства например каких-то ваших бытовых задач вам есть с кем об этом поговорить и также таркан говорит о том что есть у многих стремление работать на себя они на кого-то для вас это был бы идеальный вариант но даже если вы будете работать в коллективе работу вы найдете это будет работа стабильная с достойной оплатой труда и вы достаточно быстро выйдете на лидерские позиции то есть вы явно тут не похожи на рядового служащего не получается сейчас с работой займитесь чем-то другим полезным вам есть чем заняться и эта карта может целом показывать радость которую вы можете получать от жизни вы сами себя можете чем-то порадовать и сами себя можете чем-то побаловать в особенности женщины и даже будучи дома сейчас вы постоянно все равно заняты чем-то полезным для тех кто на пенсии или вы по другим причинам дома что нужно знать вам для вас выпала карта колеса фортуны эта карта уже говорит о том что и в вашем случае есть возможности что-то изменить в лучшую сторону но тут и карта колеса фортуны выпала перевернутой это говорит о том что как только появляется какая-то возможность что-то поменять она тут же уходит либо вам мешают какие-то старые проблемы которые появляются как только вы пытаетесь что-то начать заново что-то менять и колесо фортуны говорит о том что вас постоянно отбрасывает назад и вы вместо того чтобы заниматься чем-то новым что-то менять вы никак не можете закрыть те вопросы которые вас беспокоили ранее если у кого-то планируются дороги поездки какие-то важные встречи они могут отменяться что-то может переноситься что-то может пока в целом не получаться но возможно на это нет благословления сил свыше так все таки эта карта старшего аркана или чему-то еще не время а такое вполне возможно так как большой крест вашей судьбы выпала карта старшего аркана умеренности которая говорит о том что в чем-то вам нужно подождать если говорить о дальних поездках но также и о поездках на средние расстояния не имеется ввиду по городу а хотя бы загородных поездках пока все это может быть в проектах в планах но переносится тут тоже стоит задуматься почему так происходит вот вы уже должны по чем-то итоги подводить они как подвести их не можете хождение по кругу как замкнутый круг получается так в то же время для всех тельцов и для мужчин и для женщин жизнь дает одинаковые шансы и эти шансы ярко выражены в доме финансов потому что здесь я вижу карту звезд карта очень достойная и она говорит о том что вы можете поднять свою жизнь на более высокий уровень вы можете чему-то учиться вы можете в чем-то развиваться для тех для кого важно сохранить основную работу вы можете что-то расширяет развивать в основной работе выходить на каких-то новых людей расширять контакты и закрыть вопросы со своими врагами потому что здесь явно идет разговор о каком-то негативе не нужно смотреть за тем как кто-то что-то делает получайте свой опыт учитесь в чем-то на своих ошибках а не на чужих даже для тех кто на пенсии для тех кто может быть с детьми дома я не вижу того чтобы в вашей жизни все окончательно зашло в тупик это не так во первых вам карты дают долголетия и говорят о том что вы должны что-то менять тем более что вы очень способны и талантливые люди которые явно имеют коммерческую жилку и вы даже будучи дома можете организовать например какой-то интернет проект в чем-либо можете реализовывать себя через соцсети или кому-то предлагать какие-то свои услуги чему-то учиться попутно тут может быть даже сразу каких-то несколько интересных проектов направлений которые равноценно хорошо могли бы на вас работать очень много связей контактов очень много общения может быть с теми людьми которых вы знали ранее новые люди также могут появляться в вашей жизни сам по себе этот аркан в любом случае говорит о получении прибыли и о том что деньги на руках у вас в этом периоде будут на внешний мир для вас выпала великолепная шестерка жезлов которая говорит о том что из внешнего мира вам ничего не угрожает наоборот вы чему-то будете радоваться эта карта очень хороших известий и она говорит о том что вы свою радость делите еще с кем-то и в каких-то вопросах во внешнем мире которые интересны вам будут интересны еще кому-то или кто-то вас чем-то поддерживает это говорит о том что есть и друзья и это не один человек есть очень много людей которые вас уважают которые к вам тянутся еще и пример с вас берут по тем вопросах в которых вы действительно немножко под застряли показано что за вас самих никто ничего не поменяет то есть вы сами должны что-то пытался менять не ждать того что кто-то что-то за вас решит и сделает сильно на кого-то надеяться а надеяться все-таки в большей степени на себя а уже первая карта говорит о том что вы разочаровываетесь в том на кого рассчитывали или в том кого считали своим другом или подругой те у кого есть долги или кредиты могут быть сложности с выплатами но свои долги я вижу что закрыть вы сможете в этом периоде не рекомендуется проводить какие-либо крупные сделки такие как купля или продажа крупных объектов инвестирование своих денег какие-либо ценные бумаги вам либо кто-то будет пытаться в чем-то мешать либо могут возникать еще какие-то препятствия но в целом чуть позже я вижу что деньги в руках у вас будут и вы их куда-то очень разумно будете вкладывать и будете довольны тем что ваши деньги работают на вас посмотрим что в вашей личной жизни начале те кто в паре опять вернемся с вами центральной фигуре к семерке мечей эта карта еще говорит о изменах и если говорить о личных отношениях тут явно у кого-то была боль предательство измены в прошлом сейчас я вижу что вы пытаетесь как-то свою жизнь гармонизировать это касается и те кто в паре и те кто в свободном поиске для тех кто в паре ваши отношения пока оставляют желать лучшего я вижу что вы проявляете терпение в отношении партнера или партнерша вы стараетесь гладить какие-то острые углы либо у вашей второй половины сейчас какие-то сложности либо у вашей второй половины проблемы со здоровьем но тут и с финансами проблемы может быть работы нет тут может быть ни один фактор из-за которого ваш партнер не в лучшем эмоциональном состоянии показано что вы своего партнера должны поддержать или в чем-то проявить благородство особо ждать того что ваш партнер чем-то поменяется или изменится не стоит то что касается любых бытовых вопросов в доме основную ответственность возлагаете на себя именно вы может быть вы уже думали о том чтобы расстаться разбежаться но пока есть что-то то что вас сдерживает и высшие силы сдерживают отношения ваши для того чтобы вы в них что-то проработали при том оба и если вы хотите в доме что-то поменять сделать ремонт какие-то реконструкции переехать сменить место жительства сейчас для этого не самый благоприятный период со всем этим стоит воздержаться будучи дома лучше постарайтесь отдыхать такое чувство что вы даже будучи дома не отдыхаете умеете правильно планировать свою жизнь вам нужно буквально на каждый день иметь график всех своих дел и тогда у вас будет оставаться больше свободного времени и на отдых и на дела поважнее какие бы в доме не были бы сложности высшие силы вас все-таки очень поддерживают и об этом и говорит карта умеренности так как это еще и карта архангела михаила тут как будто бы свыше в отношении вас идут подсказки которые вы должны уметь слышать если вы чему-то учитесь дома возможно дома не совсем благоприятная обстановка для учебы но вы должны находить и время и место в доме где вы могли бы сосредоточиться на учебе потому что если учитесь не бросайте продолжайте учиться а я вижу что у кого-то с учебой есть некоторые сложности возможно это сложности касаются ваших детей те у кого есть дети но решать что-то с учебой нужно в позитиве и бросать учебу нельзя перейдем к нашим свободным тельцам посмотрим что в вашей личной жизни для свободных выпала карта тройки монет карта шестерки чаш и карта старшего аркана императрицы тут все прекрасные карты которые говорят о том что все-таки вы будете выходить из вот этого состояния которое мы видели по первой карте по пятерки монет может даже у кого-то были долги или кредиты совсем еще недавно или какие-то не выплаты или просто большое беспокойство из-за финансов но у наших свободных лицов тут все неплохо развивается тут по тройке монеты предложения для вас идут хорошие и сотрудничество с кем-то положительно и близкие друзья вам помогают и из родственников кто-то заинтересован в том чтобы вам помочь даже если у вас есть дети от прошлых отношений это не помеха для того чтобы создать отношения новые с кем-либо другим но у вас еще будет выбор вариантов не торопитесь для тех кто встречается отношения будут развиваться потому что в них могут быть заинтересованы оба партнера но руководит в отношениях или командует отношениями все-таки женщина потому что здесь мы видим императрицу если говорить о женщинах тельцах вам какое попало мужчина явно не подойдет потому что под ваш уровень тот уровень который вы имеете на сегодняшний день вам нужен но как минимум император даже не король вы с кем-то можете иметь приятное общение на уровне дружбы но не более может быть вы сознательно кого-то к себе больше не подпускаете чем как друга или подругу центральная аркан может показывать и встречи приятные и отдых это что может быть отмечаться будет какой-то небольшой праздник но события приятное радостное радостное известия те проекты которые есть вашей голове которые вы хотите ре реализовать в особенности если меня смотрит женщина обязательно воплощайте свои мечты в жизнь у вас все получится даже если сейчас сложности и возникают скрытые факторы для вас также выпали всем хорошие карты ни одной негативной это тройка жезлов это король жезлов и десятка чаш на последующей неделе тут многое тоже будет меняться в лучшую сторону и активности у вас больше появится и сил больше появится вот это состояние вялости или усталости будет все-таки уходить апатия уходит надежды появляются потому что рядом будут те люди которые вас во всем поддерживают или те люди с которыми вам заодно или с которыми у вас одни и те же задачи тут тоже намечаться будет отдых может быть уже на следующие выходные может быть здесь обдумывается еще какое-то торжество но будете довольны посмотрим на карту форс-мажора или дополнительного совета на дополнительный совет выпла двойка мечей она говорит о том что если вы сейчас не способны принимать какие-то важные решения в болезненных для вас вопросах не принимайте никаких не делайте ничего просто выжидаете просто обдумываете что-то успокойте свои нервы вам нужно успокоиться и о чем-то подумать в умиротворенном состоянии они тогда когда у вас в голове бушуют бури принимать какие-либо решения любые решения принимайте состоянии покоя таким образом вы избежите определенных ошибок потому что если будете действовать спонтанно или под воздействием эмоций сами себе можете чем-то навредить и об этом также говорил центральный орган обижаться будете на на человека которого любите или человека который вам очень близок откроем карту ответа на ваш вопрос да или нет для вас выпла девятка мечей к сожалению эта карта дает ответ нет или может быть по вашему вопросу пока ничего не происходит или что-то происходит но нервная и болезненная если все-таки заглянуть в глубь вашего вопроса совет в чем в том что вы должны отбросить негативные мысли даже если не получается но для вас важно получить то что вы хотите есть люди которые вам в этом помогут если вы сами кого-то об этом попросите и заинтересуете куда-то ехать будете по поводу вашего вопроса с кем-то что-то обсуждать с кем-то встречаться важно то что помощь придет уважаемые тельцы такой для вас была информация уважаемые тельцы такой для вас была информация на эту неделю может быть информация не вся радужная и приятная но зато благодаря раскладу вы во многом предупреждены и прислушаясь к советам которые вы получили вы можете избежать ошибок на перспективу в вашем будущем изменения грядут если говорить о женщинах вы будете развиваться как личность вы еще другим людям рядом с вами будете помогать если говорить о мужчинах вы будете развиваться благодаря помощи и поддержки женщины и тут также для вас будет в помощь идти кто-то из общественности то есть это не один человек это говорит о том что вашем ближайшем окружении очень много людей может быть с какими-то связями авторитетных людей важных людей которые вам будут чем-то полезны и которым вы будете чем-то полезны в работе лишний раз кому-то сильно не доверяйтесь любую информацию проверяйте если в ваших домах предстоят какие-то семьи или у ваших родных не пропустите эти праздники и возможно для кого-то заранее подготовьте подарочки то что касается выходных дней конкретно субботы и воскресенья выходные дни постарайтесь отдохнуть потому что на завершение периода выпала пятерка чаш которая может говорить о том что вам и самому или самой особо не хочется куда-то идти или не особо хочется с кем-то видеться может быть вам нужно что-то наладить в личных отношениях с кем-то лишний раз поговорить даже если сейчас у вас есть какая-то задача которая для вас сложно выполнимая то я вижу что по ней есть у вас как минимум два варианта того как вы могли бы какой-то вопрос решить и на вопросы здоровья обязательно обращайте внимание уважаемые тельцы благодарю вас за просмотр и всем прекрасной недели всем удачи возможностей пусть даже сложные карты проиграются для вас максимально гармонично я не прощаюсь с вами я вас всех жду на следующей неделе всем до свидания а